В Кыргызстане после двухдневной совместной работы госорганов с представителями Объединённых Арабских Эмиратов официально запущена программа «Правительственные акселераторы». Ответственные министерства и ведомства должны будут решить отраслевые проблемы и достигнуть результата в 100-дневный срок. На первом этапе планируется реализовать проекты по трём направлениям. «Правительственные акселераторы на протяжении семи лет демонстрируют свою высокую эффективность в решении задач, связанных с совершенствованием деятельности правительства ряда стран. В течение минувшего года нами была проведена масштабная работа по изучению данной программы на основе знаний уникального опыта вашей страны, а также обмен опытом с нашими дорогими эмиратскими коллегами». Первое – это упрощение процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования и установления факта инвалидности. На сегодня при первичном получении требуется 12 документов. Потом гражданин каждые от двух до пяти лет в зависимости от заболевания проходит переосвидетельствование. По дорожной карте вышеуказанного проекта отменены 11 документов. Остаётся только один – амбулаторная карточка. «На сегодняшний день в нашей стране 205 тысяч инвалидов, из них 120 тысяч инвалидов у нас получают пенсию, 85 тысяч инвалидов у нас получают социальные пособия. В пределах 100 дней эту методику полностью отработаем. Через 100 дней, как я уже говорил, наши люди уже по системе дебюрократизации смогут получать инвалидность, придя к нам только один раз с одним документом». Следующая цель – упростить процедуру получения разрешений на установление электростанций для электромобилей в нашей стране. Так, в Бишкеке планируется построить 30 электростанций для электромобилей за 100 дней. Работа по упрощению в выдаче документов на строительство стартует уже на днях. После установки электростанции заинтересованные лица могут покупать электромобиль, не беспокоясь об условиях его содержания. «У нас неразвитая электрозарядная инфраструктура, неразвитая сфера устойчивого финансирования зелёных инициатив. В рамках этой программы наша группа, которая состоит из представителей государственных органов и экспертов, работает над созданием условий для содержания электромобилей. Эти машины полезны для экологии. Они предотвратят загрязнение воздуха. Люди забудут о смоге». И третье направление – это сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования. Министерство образования и науки намерено решить проблему с нехваткой детских садов. На сегодня в республике есть 1712 детских садиков. «Проблемы существуют, например, если мы с точки зрения образования, что низкий охват дошкольным образованием. Почему эта проблема появилась, какие пути решения видит, например, госорган, какие пути решения видит, например, частный сектор, бизнес. Вот мы с разных позиций и посмотрим». По итогам встречи глава Кабмина призвал госорганы отнестись к реализации челленджей с особой ответственностью и приложить максимальные усилия для их воплощения в жизнь. Альбин Айбекова, Чингис Токторбек Олу, ЛТР Бишкек.